Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о раннем развитии детей. Что это такое раннее развитие? Ведь об этом часто говорят педагоги и психологи, и очень редко почему-то говорят детские врачи. Наша сегодняшняя программа будет исключением. Пойдемте разберемся, что же это такое раннее развитие и кому оно необходимо. Программа выходит за петрунки торговой марки Барни. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня, надеюсь, не о болезнях, мы о раннем развитии. Когда вы были молодой мамой, Луиза Васильевна, никто понятия не имел о том, что такое раннее развитие. Поэтому вас мы не спрашиваем. Мы спрашиваем наших выдающихся экспертов, которые наверняка знают, что это такое. АПЛОДИСМЕНТЫ Я уже сама научилась делать тефтельки. Уже у меня поделивая младшесть. Развитие – это когда развивается мозг. В три года ребенок должен учить математику и букву. Я уже выучил две буквы. Когда мы ехали куда-то, и было где-то что-то написано, я читал. У, О и А. А когда ты читаешь, тебе не надо никого умолять. Там ни мамы, ни папы. Люблю, ну, там такое написано, что ни мамы никто не прочитает, только папа. А папа у нас в командировке. Развиваться – это танцевать. Писать в клеточку. Правильно держать кисточку. Надо на листом разговаривать. Надо учиться, чтобы подготовиться в школе. В школе очень сложно, и начинаются уроки очень-очень-очень рано. А играешься, что стойко-обустойко занимаешься. Целых пять тетрадок надо сделать, чтобы научиться к чему-то хоть. А если не выполнишь, значит, что тебя наругают. Вот надо просто не не уничать. А если ничем получается, надо вставаться. Главное – ходить он должен уметь до трех лет. Да, ходить и говорить – это самое главное. Евгений Рыбович, ну вот скажите, раннее развитие – это хорошо или плохо? А вообще зачем мучить малыша полтора года учить в столице мира? Я понимаю, все хотят... Мы, собственно говоря, и будем сегодня пытаться найти все вместе ответ на вот этот вопрос. Главное, что сказали наши эксперты? Главное – ходить, говорить, и что? Не нервничать. Правильно, да? Кто больше всего нервничает по поводу раннего развития? Бабушки, дедушки, мамы. Бабушки, мамы, папы, конечно, да. Другой вопрос в том, что как раз вот к нам, к детским врачам, они ходят по этому поводу крайне редко. Они ходят к тем, кто организует раннее развитие. Тем не менее, исключения бывают. Да, у вас была Алла Мазур. Да, вот мы как раз с ней и разговаривали, и о раннем развитии, и о нервах тоже. Алла Мазур считает, что огромное желание изучать все вокруг досталось сыну Артему от нее. Ведь в детстве она мечтала стать Рихардом Зорге. Потом еще школьница из того же природного любопытства попробовала писать статьи в районную газету. Была капитаном отряда юных инспекторов дорожного движения. Занималась танцами, драм-кружке, самбо. И вот желание разуждать все и поделиться этим с окружающими. Определила выбор профессии. Скоро уже 20 лет. Телеведущая Алла Мазур пользуется заслуженным уважением и любовью зрителей. Вместе с тем, Алла, счастливая мама, и как и все мамы, желанный гость у доктора Комаровского. Мы, я сразу поясню, мы спробуем сегодня эксперимент разговаривать русскую мову, оскільки рідна для нас украинская, але Тёма параллельно выучает дві мови. И мы с ним домовляемся. Хочешь поговорить по-русски? И я знаю, что программа «Лочезная аудитория», спробуем наш интернациональный вариант. Тёмка, будем разговаривать по-русски? По-моему, вам сейчас, этому ребёнку сейчас не до разговоров. Он осваивает мир, у него игрушки. Вот, это один из способов раннего развития, собственно говоря. Поэтому, как вы относитесь к этому? Ну, я вам скажу, что я мама ответственная, но не фанатичная. На самом деле, Тёма очень активный и любознательный ребёнок, как мы видим. Поэтому я понимаю, что ему нужно давать много ярких картинок, много новых знаний. Он всем интересуется, он очень быстро хочет стать взрослым. Поэтому мы что-то такое вот изучаем, да? Но вместе с тем я хотела с вами посоветоваться, насколько большой должна быть эта нагрузка. Потому что я не скажу, что он перегружен. У нас есть плавание примерно два раза в неделю. У нас два раза в неделю есть по 45 минут танцы. Это начало хореографии. Раз в неделю мы ходим к замечательной учительнице, лучшей, как мне сказали, на Рузановке, которая занимается с детками по программе детского садика. Но там маленькая группа, совсем три человека. Это подготовка к школе. И говорят, что она замечательно детей готовит к школе. Ну, такая вот нагрузка. Но даже на этом фоне Тёма когда-то мне заявил, мама, у меня сегодня выходной. Я никуда не иду, я смотрю мультики. И вот тут я задумалась. Ну, кстати, тут первое, что самое главное, в любых занятиях, которые мы детям организуем, будь то спорт или будь то какие-то игры, ребёнку это должно нравиться. Он должен этого хотеть. Вот, кстати, очень часто, вот у меня чаще родители спрашивают о спорте. Вот мы ходим там пять раз в неделю на тренировки, да, к примеру. Как нам узнать, что это много? Вот много, когда он не хочет. Когда он говорит, можно я сегодня не пойду, я хочу поспать, например. Вот если ему много, значит, вы перегибаете палку. Но родители подсознательно считают, что когда они водят ребёнка учить, не физически заниматься, а развивать интеллект, то ребёнок не особо этого хочет. Это надо заставить, чтобы он это полюбил, овладел этими знаниями. И вот так правильно, вот это хоть так думают родители, понимаете? Если Тёма с удовольствием бежит, брыгать ногами на танцы, да. Там есть компания, девочки. Там есть компания, там интересно, да. И он туда хочет, то вопрос ваш, главный, немного ли? Нет, однозначно немного. Есть? Я за день не люблю ходить на танцы. По-моему, он сказал, что не очень любит ходить на танцы. Да, 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 ну, понимаете, он любит танцевать брейк, а там классическая хореография пока что-то. Понятно, что это придётся пересмотреть вам методику обучения танцам. На самом деле, вот я всегда, когда речь заходит о раннем развитии детей, на ум, вот ко мне лично приходит тема, она такая очень волнующая каждую маму при учении детей к горшку. Вот я, собственно, объясняю. Смотрите, врачи считают, врачи считают, что ребёнок в состоянии контролировать мочеиспускание и идентификацию не ранее 18 месяцев. И поэтому говорят, девчонки, не морочьте себе голову. Вот не морочьте себе голову. До полутора лет закройте тему, а с полутора лет до двух с половиной он научится. Там, в крайнем случае, до трёх. Вот так говорят врачи. Но для нашей мамы сказать, что мой ребёнок в семь месяцев попал в горшок сам, да, это повод для гордости. То есть очень важно при любом развитии задать вопрос, кому это надо? Но мы вовремя прочитали вашу книжку, и мы как раз не усествовали в этом. Да, но если бы вы прочитали, например, другую книжку, где мама бы писала о том, что её ребёнок в двухлетнем возрасте может знать по фамилии всех американских президентов. Скажите, это сложно? На самом деле, при хорошей тренировке, вот фотография, это Джордж Вашингтон, а вот это вот не Джордж Вашингтон, это Билл Клинтон, понимаете? И заставить ребёнка в два года выучить всех американских президентов не проблема. Но ему придётся это регулярно напоминать, потому что в пять лет он уже этого знать не будет. Понимаете? Вопрос, что ему с этими знаниями делать? На самом деле, да. И это реально подстёгивает, потому что когда мама рассказывает, что вот мой ребёнок, Тёме сейчас три с половиной года, да, мой ребёнок три с половиной года уже там, условно говоря, считает, там спокойно до десяти, там чуть ли не до двадцати, но до ста ещё нет. Или там что-то ещё, какие-то такие знания потрясающие. И это, конечно, подстёгивает, потому что я начинаю задумываться, ой, что-то мы мало усердствуем, надо побольше, надо уже по слогам читать, а мы тут ещё на буквах застряли. Аллочка, ну это же инстинкт. Вот представь, давайте я тебе представлю себе другую ситуацию. Вы, самка, вида, человек разумный. Ваша племя мигрирует, да? И вот идёте вы, вся такая в шкуре, рядом там самцы смотрят, где добыча, и бегают детёныши, бегают, бегают, бегают. И вот есть детёныши одного возраста. И все дети бегают, а один отстаёт. И это инстинкт. У вас срабатывает мой отстаёт. Он не такой, как все. Это внутренний сигнал опасности. То есть на уровне инстинкта... КОНЕЦ! КОНЕЦ!